Коллеги, приветствую вас на нашем канале! С вами Александр, и сегодня мы поговорим о студийных микрофонах менее раскрученных брендов, находящихся в средней ценовой категории. Начинаем! Итак, микрофон. Это, пожалуй, самый ценный инструмент на любой студии звукозаписи. В своих рекламных объявлениях студии обязательно указывают, помимо имеющегося там звукового оборудования, какой именно микрофон они используют. И это для того, чтобы человек, не особо понимающий в этом что-либо, мог забить в интернете марку модель микрофона и посмотреть хотя бы на его цену, и поверить в то, что результат вполне может соответствовать стоимости услуги. И чаще всего можно заметить предложение записаться в Нойман, Роуд, АКГ, Аудиотехника, SE Electronics. И это понятно, бренды известные и хорошо себя зарекомендовавшие. Но вместе с этим хотелось бы отметить и то, что часто мы боимся доверять и незаслуженно не обращаем внимания на, так сказать, нераскрученные названия компаний, которые появились на рынке сравнительно недавно. Но, тем не менее, все свои силы бросают на производство именно студийных микрофонов и аксессуаров к ним. Вот вам парочка реальных примеров. Австрийская компания Льюит и англичане Эстон. А вот и наши сегодняшние гости, представители этих компаний. Студийный конденсаторный Льюит LCT 440 Pure и студийный конденсаторный Эстон Origin. Они находятся примерно на одной ценовой полке. Эстон чуть дороже. И я предлагаю их сейчас хорошенько пощупать и определить, имеют ли право микрофоны за 20000 занять место в вокальной комнате хорошей студии. Льюит LCT 440 Pure. Однодюймовая конденсаторная капсула, золотое напыление в 3 микрона на мембране, позолоченный трехконтактный XLR, литой цинковый корпус. Комплектуется антишоковым подвесом, ветрозащитой, магнитным поп-фильтром и чехлом для транспортировки. Направленность кардиоидная, частоты 20-20 тысяч. Эстон Майкрофон с Ориджин. Диафрагма 1 дюйм с золотым напылением, запатентованная волнообразная решетка для защиты капсуля, встроенный поп-фильтр с сетчатым переплетением волокон, литая нижняя панель с разъемом XLR и адаптером для стойки. Направленность кардиоидная, частоты 20-20 тысяч. Аттенюатор минус 10 децибел, срез низких частот на 80 герцах. Ну и давайте к этому тесту подключим нашу студийную рабочую лошадку SE Electronics T2. Он подороже этих двух экземпляров, с титановой капсулой, со своим фирменным подвесом в комплекте, с четырьмя плюс одной промежуточной диаграммами направленности, с частотным диапазоном, как и у этих двух инструментов 20-20 тысяч герц. Все эти микрофоны позиционируются как универсальные, то есть помимо записи речи и вокала, они очень хорошо справятся с записью струнных, ударных и других инструментов. И прямо сейчас предлагаю послушать, как они запишут гитару, вокал и как отреагируют на обработку. Ключ тебе верну, и двери не открыться мне в свою страну. Ты знаешь, я пришел проститься. Это только дым, и в нем нам не укрыться. Пачка на двоих и по вискам стучит. Проститься. 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 Солнце. Отпусти меня. Ну ладно, пока мне в облака я знаю о том, что будет потом. После дождя я. Ну ладно, пока мне в облака я знаю о том, что будет потом. После дождя я. Ну что, коллеги, будем ждать от вас комментариев с эмоциями и ощущениями. А я, в свою очередь, дам свое субъективное заключение. Как ни крути, но все эти микрофоны на голову выше любых микрофонов, которые отличаются по цене в 2-3 раза в меньшую сторону. Можно, конечно, поспорить, типа записал совсем дешевый микрофон, потом плотно посидел над обработкой и вывел превосходный результат. Но мы же должны понимать, что результат результату рознь. Это во-первых. И второе. Обработка в таких случаях это не что иное, как комплекс мер, направленных на максимальное улучшение или приведение к благородному звучанию исходного записанного материала. И чем больше обработок, тем наш голос становится менее естественным. А использование более дорогих микрофонов в значительной степени эту задачу решает, так как в дорожку идёт уже полноценный и сбалансированный звук. Единственное, что остаётся, это правильно подобрать микрофон для того или иного вокала. Но это, друзья, уже тема для нового видео, которое мы обязательно для вас снимем. На том с вами и расстаёмся, но ненадолго. Спасибо, что вы с нами и до новых встреч на канале Давай Запишем. Диафрагма 1 дюйм с золотым напылением, запатентованная волнообразная. Зачем лишние жесты я делаю вообще? Я не понимаю. Да, не надо. Это и выглядит странно. Нет, когда волнообразная, можно что-то показывать. Когда диафрагма, её же там надо всё вскрыть и показать. Нет диафрагмы. На диафрагме нет волоса.